Друзья, всем привет! Меня зовут Денис и вы на канале Денден ТВ. В сегодняшнем видео я не буду делать никакие поделки. В сегодняшнем видео я подготовил для вас обзор своего нового электроинструмента. Итак, друзья, на обзоре у меня сегодня будет лобзик аккумуляторный от фирмы DeVolt, моделька DCS335N. Я им поработал уже около двух месяцев и в принципе у меня уже сложилось мнение о его плюсах, о его минусах. И сегодня я хочу этой информацией поделиться с вами. Поставлялся этот лобзик вот в такой картонной коробке и сейчас я вам расскажу подробно про комплектацию его. Вот так выглядит лобзик. Это старшая модель из аккумуляторных лобзиков от фирмы DeVolt. Она 18-вольтовая. Сам лобзик бесщеточный. Плюс бесщеточного двигателя уже, наверное, все знают, что он не греется, он экономит заряд батареи. Вот, то есть современный двигатель от DeVolt. Также, друзья, сразу скажу, в комплект входила вот такая защитная подошва. То есть не у всех лобзиков в комплекте она присутствует. Это очень удобная вещь, когда вы работаете с каким-нибудь чистовым материалом, таким как ламинат, паркетная доска. То есть она не царапается и вы всегда будете уверены, что вы не испортите вот этой металлической подошвы, которая под пластиком, сам внешний вид материала. Современный дизайн. Как всегда, очень такие симпатичные цвета у DeVolt. Все, что вы видите черным цветом, это резина. То есть прорезинные ручки. Вот здесь два места хвата. Лобзик настраивается без ключа. То есть здесь без ключевой доступ. При помощи вот такого рычага вы можете настроить подошву под разные углы. Изначально сама подошва настроена под 90 и два угла под 45. Правый и левый. То есть вот таким образом здесь, видите, даже здесь уже есть резки стандартные. Для того, чтобы устанавливать вот хоп и она встала под 90 градусов. Далее хоп под 45. И чтобы зафиксировать этот угол, достаточно просто затянуть этот рычаг. Также, чтобы установить пилку, нам не нужен никакой ключ. То есть вот таким образом оттягиваете рычаг, вставляете пилку и отпускаете рычаг. И пилка уже установилась. Чтобы вытащить пилку, достаточно просто оттянуть рычаг и пилка сама выпадает. Заметьте, она не отстреливает куда-то, а просто с легкостью выпадает. Лобзик оборудован кнопкой включения. Такое оригинальное решение, как на болгарке. То есть есть положение включил и выключил. Мне это в принципе очень удобно. Так как я правшает, как раз находится кнопка под большим пальцем правой руки. Это очень... ну мне удобно, скажем так. Не знаю как левша, потому что левша будет работать, у него будет под указательным пальцем. Также имеется вот такой флажок. Ну в принципе, как на любом другом лобзике. Это для того, чтобы выставлять наклон пилки. Для быстрого и грязного пиления, там и для чистового пиления. Четыре положения флажка. На лобзике есть регулировка скорости пиления от одного до семи. То есть в принципе можете работать с разными материалами. Там с деревом, с алюминием, с цветными металлами. В комплекте с лобзиком шел вот такой вот противоскольный вкладыш. Я как бы пока разбирался, его немножко сколол. И очень жалко то, что в комплектации идет только один. Устанавливается противоскольный вкладыш вот сюда в подошву, вот таким образом. Все, установил его. И ставится пилка. И теперь при пилении какого-то там ламината, сколов будет меньше. Но не все проблемы реза решает вот этот противоскольный вкладыш. Поэтому, друзья, всегда подбирайте правильно пилки. Лобзик снабжен очень интересной системой стружкоудаления. В принципе, я вижу такое первый раз. Это, наверное, изобретение Девольта. У обычного лобзика удаляется с одной стороны стружка. Вот у Девольта вот такая насадка. И забирается стружка с двух сторон. Для того, чтобы установить вот такую вот насадку для пылеудаления, нужно установить защитный экран. Он вот так крепится. И насадка для пылеудаления крепится вот таким способом. И защелкивается. Теперь она будет убирать стружку с двух сторон от пилки. Так как основной плюс аккумуляторного лобзика – это как раз его мобильность. То есть вам не мешает для выпиливания каких-то фигурных резов провод. То и в мастерской я практически вот этой трубкой не пользуюсь. Потому что для меня как раз вот это очень важно. И если я присоединяю сюда шланг пылесоса, он мне в принципе мешает вот какие-то маневры совершать этим лобзиком. Мне проще убраться пылесосом после того, как я сделаю рез. В квартире, допустим, где там ковры или не знаю, чтобы меньше убираться, то эта насадка будет незаменима. Друзья, этот лобзик я покупал в комплектации без аккумулятора и зарядного устройства. Так как в моей мастерской уже есть инструменты от фирмы DeWalt, которые работают на этой же системе. Вот у меня уже есть 9 Ач аккумулятор, 6 Ач и 5 Ач. То есть они все подходят к этому лобзику. Вот это 5 Ач, 6 Ач и 9 Ач. Все они работают, все они подходят. Производитель заявляет, что данным лобзиком можно пилить металл до 10 мм толщиной и дерево до 135 мм толщиной. Ну, у меня, друзья, самая большая пилка, это примерно где-то 120 мм. Такой пилки я даже в продаже не видел, но, скорее всего, у DeWalt она и есть. Брус, конечно, я не пробовал пилить, потому что с брусом я очень редко работаю. Но сегодня мы что-нибудь, я выберу какой-нибудь кусочек, мы обязательно с вами попилим. Друзья, по поводу безопасности инструмента от фирмы DeWalt. Как всегда, производитель позаботился о нашей безопасности. Вот конкретно на этом лобзике. Если вы в процессе транспортировки случайно нажали кнопку включения лобзика, но на нем отсутствует аккумулятор, вы одеваете аккумулятор и, по идее, лобзик должен заработать. Вот вы одели аккумулятор, лобзик не заработал. И вы, даже если в него вставлена пилка, все равно травму не получите. Нужно отключить и заново включить. То есть, это такая система защиты как раз от случайного нажатия без аккумулятора. Прикольная фишка этого лобзика, то что на него производитель установил две светодиодных лампочки, которые вам будут подсвечивать линию реза. То есть, им можно работать даже в темноте. Сейчас я вам покажу, где они находятся. Сейчас продемонстрирую, как это будет выглядеть в темноте. Итак, друзья, смотрите, недостаточное освещение. И, как видите, вот у нас светит и освещает линию реза. После выключения самого инструмента, примерно через 5-7 секунд, выключается подсвет. Как видите, все видно и работать можно даже в темноте. Когда я первый раз начал работать этим инструментом, я был очень удивлен, насколько хорошо отбалансирован этот лобзик. То есть, вибрации в нем практически отсутствуют. Чтобы проверить лобзик, насколько в нем присутствует вибрация, я устанавливаю на первую скорость, кладу его на стол и включаю. И смотрим. То есть, лобзик стоит на месте, никуда не уползает. Итак, друзья, я не буду по одной скорости переключать и показывать, как он прыгает или не прыгает на столе. Я сразу перевожу колесико на седьмую скорость. И также сейчас установлю его на стол и включу. И мы посмотрим, насколько этот инструмент отбалансирован. Многие скажут, что ты установил, схитрил, установил на резиновый коврик этот лобзик. Я сейчас его уберу и продемонстрирую уже на голом столе. Скорость седьмая. Включаю. И показываю момент. Итак, как вы видели, что вибрация минимальна. То есть, я дальше сюда поставил тюбик с клеем. Он чуть-чуть смещался. Лобзик сам стоял на месте. Мне просто есть с чем сравнивать. Предыдущий лобзик, на который я снимал обзор, он у меня уже, начиная с третьей скорости, уже начинал прыгать по столу. То есть, на седьмой скорости он у меня уже практически прыгал до потолка. Этот лобзик, он, как вы видели, стоит на месте. Для чего это нужно? Друзья, вы поймете, когда вы начнете пилить этим, ну, работать этим лобзиком. Ну, когда у вас рука трясется, да, вы это будете понимать. Здесь этого ничего не происходит. И, кстати, я вам покажу одну фишку с лобзиком, когда вот на других моделях, допустим, у вас просто этого не получится. Друзья, сразу хочу заметить, что для испытания вот этого лобзика я приобрел вот комплект таких пилок от той же фирмы, от фирмы Девольт. И сразу скажу, что я не ожидал, что от лобзика можно добиться такого качества реза. Потому что, как бы, в сочетании пилка фирменная от фирмы Девольт и лобзик, это горючая смесь. Я думаю, вы будете удивлены результатом. Друзья, я сейчас хочу рассказать, от чего как раз на что влияет хорошо отбалансированный лобзик. Многие из вас, кто работал лобзиком, наверное, знают то, что деталь, которая находится на весу, она вот так вот играет. И лобзиком ее практически нереально пилить, потому что, когда вы начнете пилить эту деталь лобзиком, она просто вам надает лещей. И сейчас мы то же самое будем пытаться словить леща от этой доски, только будем пилить его вот этим лобзиком. Друзья, вы видели, что лобзик пилит на весу, как бы пилит с минимальной вибрацией. На других лобзиках такой бы фокус не получился, потому что там балансировка, вот по крайней мере, на тех лобзиках, которыми работал я, там балансировка была не очень, и там, я говорю, получил бы просто лещей от этой доски. Вот, сейчас мы попробуем уже пилить доску 50 на 100, но это максимальное то, что я нашел на данный момент. В принципе, задача для лобзика, ну, как бы, не должен лобзик пилить такую доску, хоть и производитель заявляет, что он может 135 брус пилить. Вот, но ситуации в жизни бывают разные, и поэтому сейчас мы попилим вот эту дощечку. пилил я на нулевом положении флажка, поэтому так медленно, то есть это чистовой точный рез. По поводу перпендикулярности реза, вот смотрите, прикладываю угольник, и, как видите, 90 градусов перпендикулярность реза на этом лобзике есть. И сейчас я попробую флажок поставить на быстрый рез, и посмотрим, как справится лобзик. Устанавливаю флажок в самое верхнее положение, это самый быстрый рез, но самый грязный рез. Итак, поехали! Давайте подведем итог моему сегодняшнему обзору. Я этим лобзиком на данный момент очень доволен, то есть работаю им очень часто, потому что раньше, допустим, за лобзиком меня напрягало. Я вот себе взял проводной лобзик, но иногда было проще отпилить ручной пилой, чем достать лобзик из коробки. Воткнуть его в розетку, потом его убирать, сматывать этот провод. Сейчас просто схватил лобзик и сразу рез. И через секунду ты его убрал на место. Это очень удобно. Плюс. Плюсов много у этого инструмента. По поводу минусов. Ну, для меня лично минус вот такая проблема была, то есть я не смог купить противоскольные вкладыши, то есть не нашел места, где можно заказать. Это первый. Ну и второй минус. Это, наверное, многие посчитают, что это цена этого инструмента. Ну, я, наверное, не буду вам сейчас читать лекцию, там, в пример приводить то, что Запорожец, Мерседес, да. Я скажу, что качественный профессиональный инструмент в принципе не стоит, не может стоить дешево. Поэтому, друзья, решайте сами. Нужен вам такой инструмент, не нужен. Я для себя выбор сделал. Спасибо, что были на моем канале. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если у вас какие-то в процессе просмотра видео возникли, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что мой обзор был вам полезен. А на сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok